есть такое тоже выражение прикольно говорят мозг не может построить новый дом из новых кубиков может построить новый дом из старых кубиков то есть опираясь на свое прошлое на прошлое имеется на опыт ты выстраиваешь то есть когда я говорю слово шаман тебе у тебя свой абсолютно шаман настолько сколько ты его читал в книгах или там встречал если мы скажем где-нибудь в может быть в тибете шаман там это машина окей в другом месте там в баре ресторане ты скажешь шаман шаман то есть у каждой складывает настолько насколько он как бы вот во первых относится к этому относится он к этому потому что у него есть какой-то опыт и вообще можно сказать позиционирование сейчас каких-то серий духовных вещей которым тоже кстати спекулируют и зарабатывать кучу денег используя людей потому что все вот эти знаешь я хожу в парикмахерскую в одну здесь у черного парня там хороший мужичок и он такой знаешь как бы ну старайтесь много людей просыпается все начинают там искать себя обычно после 30 люди начнут понимать что они не здесь не один буду рассказать интересную историю с которой впервые в жизни когда я столкнулся для у меня пошло расширение как бы наверное проснулся серий там третий глаз и стал понимать что мы здесь не одни и я стал понимать что мир иначе устроен до этого я как бы жил как все люди ходил пил алкоголь еще не пью я не смысле просто его не воспринимаю на не как пример его нет есть многих вещей которых больше нет после этого и серии там я автоматически двигаюсь по пути не задумываясь уже обходя какие-то вещи которые но не мои в общем ситуация такая да я столкнулся с одним психоделиком интересным где-то лет шесть назад где у меня был вопрос и к нему подошел очень ответственно не просто там серии в клубе я сел дома один сделал это все дело перед этим посмотрел станислава грова очень много которых разработал холотропное дыхание для погружения человека в подсознание посмотрел разные там видео на эту тему и уже будучи полупроцессе здесь там помню минут сорок на было ждать пока начнется я увидел как начали менять цвета и мне один мой приятель дал это и сказал когда будет сложно в жизни разобраться сделаешь и может быть но только подойди ответственному задай вопросы очень важно задать вопросы не один из вопросов как сейчас помню было про бога как раз таки выше с детства и в принципе рост такой семье где у нас были иконы там всяких веков там тристолетним этом есть библия который перепечатана при петре первом и выше у меня иконки и в церкви я даже помню как ходил на первые свои там какие-то работы устраивался я в первую часть в церковь по воскресенье уходил в церковь я это полностью принимал как за то что реально мной двигает дата что мне сверху по я понимал что мы не одни но как понять бог это дядя с бородой который сидит сверху в лупу почему видит сразу одновременно всех может у него есть помощники ну то есть надо бы понять перед кем вообще ответственность несется перед по моему ну в общем стандартный набор я говорю я хочу увидеть бога вот просто понять есть он или нет если есть пусть мне покажет я сижу и смотрю как бы смотрю вверх да у меня глаза закрытые я вижу как из неба начинает по спирали вращаться такие бриллианты как будто знаешь вот я почему-то ассоциирую со шторой как будто ты сидишь какие-то штора такая только она вся соткана из бриллиантов такие вот прям бриллианты красивые прозраче вот эти конкретно хорошего качества видимо и они так вот вращаются по спирали кстати днк тоже и не так вот вращаться и проходят сквозь меня и вау и они идут и тут только останавливаться и голос ты хотел увидеть бога и они одновременно всем поворачиваются просто как разворачивать эти бриллианты все и они там еще vision с такой знаешь то есть они какие-то крупнее какие-то вот так вот бум бум они все одновременно разворачивают и в каждом бриллианте как на диване сужу я и он ко мне вот так подъезжает то бишь я ко мне вот так бум ты бы хотел со мной поговорить давай прикольно я такой твою мать и я понимаю что я сейчас начну типа ну ты знаешь там вот я понимаю что это не работает потому что этот чувак знает все про меня и мне ну то есть разговор с самим собой определяет то что ты не сможешь пиздеть понимаешь и ты сейчас и ты даже не начнешь говорить уже не имеет смысла ничего берем он уже все знает то есть ты к этому относится как к бессмысленная встреча нет это смысле на встрече это определяет то что ты несешь ответственность перед самим собой а значит и перед как бы всеми силами вокруг а значит что за ответ силы какой-то ответственности нашли силы это одна и один механизм и ты являешься частью этого процесса частью этого механизма как нам церковь навязывать я не хочу ничего сказать богохульного но тем не менее разобраться так вот подойти и посмотреть на на такой пример что нам церковь говорит что мы рабы божьи тебе сразу в позицию вкладывать что ты просто раб человек который должен изначально и ты уже грешный не успел родиться ты уже блять ну ты уже говно ну типа молись бей лоб в полу док до крови ходи в церковь покупай свечки ставь там и не покупай но тем не менее ну типа ты раб и ты уже грешный вариант тебе прощения ну может быть мы там наверху конечно поговорим с пацанами может и простим вторая в церкви интересная штука этот ну как бы само распятие христа я могу ошибаться это лично мое как бы наблюдение да как я это вижу то есть ну может быть я вижу это по людям как они это воспринимают то есть у нас же шутят да в россии гает москве там купола растут ну москва златоглавая но ситуация не меняется почему люди ходят церковь молятся по воскресеньям по всяким там этим сюда но не меняется такое ощущение что как будто бы кто-то уже ответил за него кого-то распяли и он уже там пострадал я пошел в церкви сразу там изнасиловал или там ну прелюбодействовала не знаю там выпил перешел ну и ладно там и опять же параллелью бог простит и так бы свинья не съест если бог там и так далее вот эти вот куча всяких вот оправданий оправданий и потом опять идут и вот знаешь бабушка прибегает какая-нибудь уже там в возрасте и прямо я видел слинуть своими глазами падает батюшки там головой о пол когда в детстве был в церкви бубу такое ощущение что типа господь знаешь сверху руку ну да вот ее точно простим хорошо набила шишку мне кажется вот на сегодня достаточно посмотреть по точнее послушать либо аудиокнигу либо прочитать книгу это карлс кастанетта путь воина достаточно я сегодня кстати в самолете переслушал я летел в самолете включил переслушал и я такой там и дом наш много не надо знать из этого там всего лишь достаточно один фрагмент усвоить про смерть когда он говорит если ну тебе просто надо обернуться ты знаешь всегда что рядом с тобой ходит смерть и прикол в том что она знает когда тебе умереть а ты не знаешь и вот когда ты поймешь что примешь что смерть она рядом то в этот момент твоя жизнь начнет меняться отношения твою к жизни начнет меняться ты должен проживать каждый раз как в последний раз ты должен ну свое дело делать как будто бы это твоя последняя миссия в твоей жизни любое дело которое ты начинаешь кто-то сейчас подумать про бизнес там сразу кто-то продумать про любовь там у каждого свое сейчас в голове пробежит а я просто скажу вот любое имеется энергетический сигнал твой куда ты куда ты смотришь туда течет энергия вот ты силу а и посмотри направо или вот представь что она здесь сидит с тобой и дырку поворачиваешься спросить могу разрешение как ты думаешь она просто молчит и просто на тебя смотрит и ничего никогда в жизни тебе не скажет ты не боишься ее потому что это нормально смерть это процесс жизни не познав не приняв смерть ты не познав не признаешь жизнь в целом не признав в сутках луну равно одинаково ты же не бежишь ночью под одеяло прятать свой темно на улице за пиздец я там спрячусь это 24 часа в которых заложено день и ночь зимой чуть когда короче для нее день там и так далее непринятие непринятие погодных условий непринятие места где ты живешь непринятие людей с которыми ты живешь ну жизнь такая мир такой да да мы можем хейтить долго народ там вот а я не могу здесь да в красноярске там тут такой или такие люди просто полная жопа а я не могу да никакой не уезжайте и достаточно просто выключить на хрен здесь всю свою думку сфокусироваться на себе подключиться к самому себе и сначала спросить себя а что я могу дать почему я решил что эти люди мне должны что-то должны утешить меня почему вот это место где я живу должны быть не в хлопать в ладоши что я даю этому а как ты раз по моря на себя вот моя ситуация я не бухаю допустим да там я не ем мясо но я спокойно сяду с тобой пожарю тебе шашлыки клянусь руками своим возьму баранину и что там хочешь сделаю шампур замучу на макс пожалуйста лучком присыплю вкусно по но я не ем ну просто не нравится мне я не бухаю но ты можешь сесть со мной выпить пиво хочешь попить пожалуйста это никак не влияет вопрос будешь ли ты пить со мной рядом вот как бы ситуация такая то есть ой вы знаете да я вообще не пью но вот я пришел в бар и там такая была сложилась такой момент и вот так получилось и вот вам прости там или любовь на этом извини там или ну и чё бывает кто-то там по-разному я себя принимаю так вот в любое место куда я могу прийти это не значит что для окружающих да но для меня в любое место куда приду будет сидеть наркоманы колодца там или люди алкоголь пить или еще что-то они на меня вообще никак не влияют я влияю на них я раздаю сигнал сейчас им они они мне